Добрый день! Мы продолжаем цикл наших видео по подготовке основания и использовании полоскового паркета и химию парковки. В предыдущем видео мы зашлифовали основание и в зависимости того, какое слабое и влажное. Мы в данном случае использовали эпоксин 2К в два слоя. Блокировали влагу 5% влажности. Дальше, для того чтобы улучшить основание и повысить его характеристики, мы применили полиуретановый клей и применили разделительную подлозку. Разделительная подлозка в 5 раз лучше, чем любая фанера, любого слоя фанеры. То есть, снимает напряжение с основания. Она дышащая, она имеется в миглярную память. Это полиэстерная основа, то есть нетканое волотно, которое не боится воды и снимается в комнату. Благодаря одним слоям клей и самим свойствам полиэстера, она приватно максимально связана с физическими характеристиками. На плит, на срыт, на снотры, на снотры. В общем, все те напряжения, которые возникают в паркете при изменении температуры влажности и не позволяют передавать это непосредственно несущее основание. Если у нас теплые полы, то это прямая рекомендация использования 1-миллиметровой подложки по полу-близу. Мы сегодня будем продолжать. Будем клеить на двухкомпонентный клей. Он не имеет в своем составе ни растворителя, ни воды. Поэтому паркет, либо ламелия, инженерная доска не подвергается никакому воздействию растворителя, не идет на момент схватывания расширения либо от растворителя, либо от воды искривления сильных питающих, либо стандартных пород древесины, либо из гротики. Нету теоретических расширений, соответственно, это приклеение и дальше стабильность и легкость для пласты в дальнейшем. Парковый поле 2К, то есть двухкомпонентный полиуретановый клей, используется для массивной доски, используется для инженерной доски, используется для индустриального паркета, для всех пород древесины. Сегодня будем укладывать индустриальный паркет, но в данном случае мы будем укладывать кленовый, производство Павловский паркет. Блоки, если это будет индустриальный, десятый и укладывать параллельно, то есть они выглядят таким образом, укладываются один к одному параллельно рядами. Желательно контролировать по ровности каждый пятый ряд. Контролировать все просто, то есть можно либо под правило это делать. Здесь нет, как вы видите, щупок паза, клеится сторона. То есть используется на топовых полах. Это вкручение минимальное, потому что он на торец укладывается. То есть есть 10-миллиметровый, он 10 миллиметров. Это 23, там 10 миллиметров высота будет. И приклеивается, рекомендация, клеить его на двухкомпонентные оплеи. В данном случае будем клеить на торковых поле 2К. Так как однокомпонентные оплеи очень эластичны, и они вот в таком 10-миллиметровом паркете могут идти перепад температуры влажности скривления паркета. Они будут шевелиться, то есть он эластичен, он не разорвется, но за счет образования этой лодочки будет некрасивая картина на поверхности. Поэтому однокомпонентный клей аккуратно не используется в индустриальном паркете. Если бы мы, конечно, укладывали паркетную доску, либо инженерную доску, то есть, да, не проблема, можно было бы использоваться на компоненте. Итак, замешиваем. Всю часть мы не будем замешивать, мы замешиваем здесь 11 килограмм, 10 плюс 1 килограмм, 1 в 10. Память замешиваем. Это у нас компонент D, это у нас компонент A, вязкая масса, вязкая масса, немного подвижная. Отсюда будем откладывать. Емкость. И, соответственно, с помощью, можно с помощью такого, но лучше иметь сдвиговый венчик. Ни в коем случае, мы руками будем накладывать. И так смотрим. У нас здесь чуть больше квадратного метра. Замешаем пропорцию 1 в 10. И, условно, возьмем запасом 1,5 килограмма. Да, будем использовать гребенку B11. То есть, B2 мы укладывали мультимоль близ, B11 либо в таком, либо в таком варианте. Будем укладывать непосредственно Если сверху в банке нет масла, то есть на поверхности мы видим. Значит, это первое, клей свежий, а второй, он правильно приготовлен. Если клей стоит достаточно долго, может образовываться масло. То есть, ну, видел я такие клея, где образовываются. Обычно это, если очень долго стоит клей. Если в свежем клее такое масло, то это, значит, очень плохо, так скажем, отогнано там высасывается масло лишнее из наполнителя, тогда требуется перемешать, что именно масло. Я говорю, это основа. То есть, из масла с помощью инфизиционата получается или в реках. Да. Продолжение следует... 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 Соединение первого компонента и второго А однокомпонентный клей ни в коем случае не перемешивается Любое засасывание воздуха вместе с влажностью Будет вести к образованию комочков Поэтому через час-два вы можете получить Не клея рисовую муку, вернее крупу Рисовую крупу в какой-то эластичной массе Здесь не критично засасывание воздуха Но это не взбивание пены Поэтому делать это не требуется Практически 2 минуты Яскость клея Все, приступаем Я расскажу, зачем я взял Можно взять простой полупер И также объясню, зачем я взял Такие дощечки Что есть под рукой называется Что есть на объекте под рукой Что может показаться Поэтому Приступим к укладке Мы уже говорили Шпатель у нас B11 Это будет нормализировать расход нашего клея То есть не будет его мало Не будет его много То есть в зависимости от наклона Либо Что, либо То есть вертикаль, вернее Под прямым углом Либо наклоняется Обычно немножко наклоняется То есть Но на вся У нас останется В зависимости от сараховатости Самого блюда тем более И вот высотой сбор Будет максимально расходен Если видим прямо Это будет 2,5 То есть далее Мы будем укладывать В данном случае Десятый паркет Он скреплен на сетке Так обычно делается Мозаичный паркет На сетке Блоками Он сразу блоком И укладывается В данном случае Мы для образца взяли Десятый паркет Пройдешь, как я И соблюдая От стенки Десятимиллиметровый зазор Очень легко соблюдать Потому что Любая из этих пластмашек Может Служить Как раз-то Мертой Для Отступления Стены И начнем Укладывать Дальше И постепенно Будем двигаться Дальше, дальше И дальше Если У нас То есть Перерез Идет Да, соответственно То есть Мы И Заранее Подрезаем Один край Вдоль стены Второй Вверх Если По-другому То есть Такой бы Могу Не ложились Один край Надо будет Подрезать Так что Десятимиллиметровый Легко выполняется Так Могу Что у вас Есть Под рукой Десятимиллиметровый Десятимиллиметровый Продолжение следует... 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 Иногда интересно поиграться. Либо вот этим, либо взяли какую-то плоскость, приложили, все, отравнялись. То есть дальше, следующий этап, понятно, мы наносим клей и продолжаем дальше двигаться. Таким шпателем не наносится, это шпатель для прямоугольных шипцов, исключительно используется для укладки керамических либо камня. Поэтому мы будем использовать все это положено. Некоторые спрашивают, в каком направлении это делать. Таким шпателем. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Здесь я немножко предошел. Сейчас настраиваем ситуацию. Все. Все остальные щели шпоплюются. Дальше обрабатывается. В зависимости от того, что у нас стоит. Либо маски, либо клеем. Дальше мы продолжим в следующий раз. Клей встанет. Мы будем это все шлифовать и покрывать маслом. Если есть желание, то есть не пугает вот эти щели. То есть и шпатверки их не будет. На параллели, если укладывать, их не возникает. Это сооруженная укладка, то есть в разбежку. Но в разбежке их не видно. Ну, честно говоря, разбежку практически мало кто заказывает. Но мы ее уже прекратили. Вот так сказать. Самое популярное. И укладка. Из Мазачного паркета. Квадрат. 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 Монтаж. Севастница. Следующим идем на параллели.